Итак, мы едем из Сакраменто в сторону Рейдинга по Хайвэй i5 и, проехав Рейдинг, перейдем на Хайвэй 299, который пойдет в горы. Раннее утро, машин мало. Чем ближе к Рейдинг, тем больше и больше ощущается дым. Это, конечно, напрягает, но нет никаких знаков, все вроде бы тихо. Цель нашей поездки было снять видео об озере Хьювистон, которое местные в шутку называют самым большим секретом Калифорнии. Из-за красоты природы, необыкновенной рыбалки на форель и охоты в горах. В этот раз мы не знали, что накануне вечером у небольшого городка Вивервелл начался лесной пожар. Это буквально рядом с Хьювистоном. 28 километров, если ехать вокруг по трассе, и километров 10-15, если по прямой через горы. Мы успели проехать до того, как пожар вышел из-под контроля, и поэтому трасса не была перекрыта. Позже, из-за ветра, в течение дня, пожар буквально утроился в размерах и принял угрожающий масштаб. Городок Вивервелл был эвакуирован, трасса 299 закрыта. Вот так озеро обычно выглядит. Яркое голубое небо, зелень песок. Ну а таким мы его увидели этим утром. Густая пелена дыма, запах гари, недуновение ветерка, вода как зеркало, красноватый оттенок неба, все покрыто мелким теплом, природа как замерла в ожидании чего-то хренового. И во всем этом было что-то апокалиптическое. Но коль уже приехали в такую даль, то решили остаться и хотя бы проверить, как обстоит дело с рыбалкой, и имеет ли смысл приезжать в следующий раз. Тем более, вокруг по-прежнему все было спокойно, никаких сирен, никакой суеты, никакой эвакуации. После первой, выпрыгнувшей из воды форели, как-то все стало повеселее. Пошел азарт, рыбалка началась. Моя жена дома. Рыба никогда не ловила рыбу. И не было даже намека на желание. Надо было учиться ловить рыбу. Так как рыбалка является важным элементом выживания. Ну и в наших местах может быть достаточно мощным пищевым ресурсом. Само по себе движение препарс – это как хобби. Стимулирует активный образ жизни. И умение ловить форель на различные насадки, без удилища, на озере, на горной реке – это полезно и это интересно. Это заставляет двигаться, куда-то ехать, находить новые места, в общем, быть движением. Вот так постепенно пришел опыт. И дома стала заядлой рыбачкой. Хотя никогда в жизни этим не интересовалась. Любопытная калибри. То ли запах чеснока, то ли красная кепка привлекли ее внимание. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вот хочу показать, как поймал на лету, за край шума. Хорошая фарель, да? Ну вот я первым делом беру червя, продеваю. Одеваю червя на крючок. Теперь беру маршмеллоу, потому что так будет червь тонуть. Теперь беру маршмеллоу. Маршмеллоу это такой маленький зефир. И цепляю его за самый кончик вот таким вот образом. Посмотрю его проделы. И дальше после этого беру масло чеснока. И вот таким вот образом маршмеллоу пропитываю, ну и червя немножко смазываю. То есть вот наживка получается вот такая. И в воде маршмеллоу будет вот таким вот образом тянуть наверх червя. Такие штучки, чтобы не забывать. У нас лимит 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще четыре рыбки. Вводим в рецепте Алиса. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...